Средневековая Европа. На ее основе Мартин создал свой Вестерос, что первым приходит на ум, когда разговор заходит о этой эпохе. Конечно же войны, крестовые походы, столетняя война, война алой и белых роз. И это далеко не полный перечень только крупных военных конфликтов, раздиравших Евразийский континент. Европа, конечно, не жгла от войны до войны, но почти не знала ни одного мирного десятилетия. И кто-то с кем-то воевал постоянно. Что же мы увидим при внимательном изучении новейшей истории Вестероса? Той эпохи, когда из разрозненных семи королевств было создано единое государство. Примерно 300 лет назад, династия Таргариенов, используя свое секретное оружие трех драконов, последовательно завоевала всю землю от стены до южных берегов Дорна и создала единую, могущественную и стабильную империю. После этого все сохранившие свои земли лорды вроде Старков или Мартелов, которые принесли присягу Таргариенам, не лезли воевать. Понятно, кому охота, чтобы их изжарили драконы? Вот только умер последний из драконов более чем за полтора века до событий Игры Престолов. В нашей с вами средневековой реальности не прошло бы и пары лет, чтобы кто-нибудь не попытался испытать крепок ли трон под новой династией? Или не попробовал бы свести старые счеты? Потеря главного козыря правящей династии немедленно должна была спровоцировать массу конфликтов. Почему семь королевств тут же не рассыпались на самостоятельное враждующее государство? Вопрос, на который в книгах ответа нет. А ведь никаких жестких культурно-религиозных скреп, которые могли бы удержать от развала столь огромную страну, здесь нет. Семь королевств отличаются друг от друга и традициями, и культурой, и уровнем развития. Все дворяне Вестероса поголовно настолько миролюбивы? Верится слава в это. В нашем мире рыцарство тратило львиную долю своей энергии на завоевательные походы. То есть сражалось и погибало в завоевательных походах в иные земли. Зачем мужчине меч, если он не может пустить его в дело? Каждый хочет приумножить свое состояние или хотя бы блеснуть воинской доблестью. Однако рыцари Вестероса, похоже, отличаются от зимных какой-то особой крутостью и отсутствием страсти к обогащению. В реальности для младших сыновей и безземельных дворян войны были едва ли не единственной возможностью разбогатеть и подняться по социальной лестнице, а порой и просто награбить на пропитание. Но ни своих еретиков, ни неверных соседей в мире песни льда и пламени не наблюдается. Вернее, они есть, но их никто и не думает трогать. Чем помимо турниров занималось рыцарство Вестероса? Большую часть своей тысячелетней истории остается загадкой. Вопреки логике Вестерос оставался на удивление спокоен. За полтора столетия огромный континент, населенный сотнями рыцарей, не знал ни одной действительно крупной войны. Разве что Таргариены попытались завоевать Дорн. Один раз побуянили Одичалые, с которыми северяне разобрались своими силами, да внутри правящей династии вспыхивали разногласия, выливавшиеся в локальные восстания. Но и между ними проходило когда 10 лет, а когда и все 50. С реальностью средневековой Европы, в которой пожар войны почти не затухал, эта картина имеет мало общего. Большинство войн в земной истории имело как внутренние, так и внешние причины. Однако у Мартина весь Вестерос, и располагающиеся на нем 7 королевств, живут будто в вакууме. И почти лишены серьезного влияния со стороны соседей. А ведь даже знаменитая «Война Алой и Белой Розы», от которой писатель отталкивался, создавая песнь, была бы немыслима без вмешательства соседей французов во внутренние дела Англии. Поражает и долголетие иных правящих Вестеросом родов. Даже 300 лет Таргариенов. По меркам нашей истории, срок весьма солидный. А уж непотопляемость Старков, правящих севером несколько тысяч лет, вообще что-то невероятное. Стоит только вспомнить, сколько раз менялись династии на престоле Англии или Франции за последнюю тысячу лет. Такое ощущение, что мир Мартина спал сладким сном и проснулся лишь незадолго до первого романа песни. Очень вовремя очередной Таргариен оказался безумцем, и у многих дворян не оставалось иного выбора, кроме восстания. Но если бы в реальности свергали только никудышных королей, в Англии до сих пор могли править Плантагенеты, последний из которых погиб в 1485 году. Дворяне Вестероса проявляют такие чудеса миролюбия, что им бы мог позавидовать сам кот Леопольд. И только после перемены правящей династии понеслось. Началась череда жестоких конфликтов, выписанных с изрядным натурализмом, в которых приняли участие буквально все жители континента. Наконец она началась. Война, в которую Мартин погружает читателя столь же умело, как в запутанные придворные интриги. Верно? И да, и нет. Начнем разговор с известных воинских орденов мира песни. Ночной дозор, как известно, должен защищать весь цивилизованный мир от угрозы с севера. В игре престолов он состоял по большей части из бывших разбойников, насильников и прочих криминальных элементов. Излишне говорит, что все они едва ли лучшая оборона от родственных им по духу одичалых. Тем более, что у дозорных нет ни малейшей мотивации для честной службы. Нет ни обещания помилования, ни несметных богатств по выходу в отставку. Да и отставки как таковой здесь нет. Что выходило при схожих обстоятельствах в реальности? Казачья вольница, например. Бунт на бунте. Ничего похожего на верных долгу ночной дозор. Сплошь состоящий из недолюдей. В учебниках истории не найти. И еще более удивительны безупречные. Наемная армия рабов-евнухов. Считающаяся самой сильной в мире. Спор о том, кого можно считать лучшими воинами средних веков, можно вести долго. Неудержимые кочевники или дисциплинированные швейцары. Французские конные рыцари или английские лучники-пехотинцы. Но среди кандидатов на эту роль абсолютно точно не будет непобедимых евнухов. Подобная армия выглядит невозможной даже с точки зрения физиологии. Как известно, у евнухов падает агрессивность. Повышается склонность к полноте и праздному образу жизни. Из такого теста могучую армию не слепишь. Вот слуги или интриганы, из них и правда получаются отличные. Но упоминание о выдающихся воинах-скопцах, тем более в количествах, достаточных для создания армии, история не сохранила. В чем Мартин преуспел, так это в создании атмосферы мрачной безысходности и разрухи, неминуемо сопровождающей любые крупные войны. И потому читатель подчас не замечает, что как таковой войны в цикле не так уж и много. За все 5 томов едва ли наберется более 4-5 крупных сражений, которые писатель описывает подробно. Многие битвы, например бой, в котором был пленен Джейме, или штурм драконьего камня, в котором сир Лорас лишился своей красоты, остаются за кадром. Мы узнаем о них лишь постфактум. Да и те баталии, которые Мартин подробно описывает, показаны по большей части глазами непосредственно участвующих в бою персонажей. А подробными описаниями тактических и стратегических изысков полководцев Мартин предпочитает своих читателей не обременять. Если не причиной, то формальным поводом чуть ли не каждой крупной средневековой войны, от первого крестового похода и до французской революции, служили религиозные разногласия. Одни шли походами во славу Христа на Константинополь, другие уничтожали соседей, верящих не так, как они, жителей Лангедока, Гуситов или Гугенотов. Переоценить роль церкви и веры в истории и конфликта средних веков сложно. Церковь была институтом, определившим в изначальной степени жизнь каждого простого человека. Ордена владели несметными богатствами. Святые отцы нередко обладали властью, которой могли позавидовать иные короли. А святая инквизиция, которая могла стереть в порошок самых знатных, самых влиятельных, самых сильных. Даже не касаясь вопроса, на что была бы похожа европейская культура без христианства, невозможно не признать, что влияние его на эту эпоху было огромным. Ничего хотя бы отдельно напоминающего эту картину в Вестеросе нет. И в помине. Хотят северяне верить в старых богов и поклоняться ликом на деревьях? Да пожалуйста, никого это не волнует. Не нравится вам семь богов? Не ходите в септу, ваше дело, никто и слова не скажет. В реальном мире могли прирезать или объявить войну за малейшие искажения или отличную от традиционной трактовку догм, даже в рамках одной религии. Отношение же людей к религии в семи королевствах напоминает скорее веротерпимую Америку. Дня сегодняшнего. Чем старушку Европу века этак тринадцатого? Наверное излишне напоминать, как кардиналы Ришелье и Мазарини фактически правили Францией, как велико было влияние магистров ордена тамплиеров, не говоря уж о папе римском. А вот в Королевской гавани, да и в других частях семи королевств, роль септонов чисто косметическая. В лучшем случае они служат советниками, но настоящего могущества в их руках не было и нет. И почему никто из знати Вестероса не пользовался таким замечательным предлогом, как вера в неправильных богов, чтобы грабить соседние страны? Это, пожалуй, одна из главных загадок Песни Льда и Пламени. Конечно, есть у Марса наиболее агрессивные религии, со стандартным набором прелестей, сжиганием неверующих на кострах, фанатизмом и желанием принести, предпочтительно огнем и мечом, свою веру всему миру. Разумеется, с исключительно благой целью этот самый мир спасти. Но сама подача этих религий Мартином выставляет их совершенно неправдоподобными. На протяжении веков религиозные радикалы никого на Вестеросе особо не беспокоили, а как началось действие романов, повылезли, как чертики из табакерок, утонувшие боги и прочие роглоры. И если утонувший бог хотя бы хорошо забытая старая, то абсолютно новый для Вестероса жесткий роглор должен был приживаться с большим скрипом и кровью. Достаточно вспомнить, как неохотно расставались наши предки со старыми богами во время крещения Руси. А тут даже продавшегося новому богу Станиса обвиняют в отречении от старой религии, как-то вяло и заодно с его прочими прегрешениями. А вассалы отказываются сражаться за него отнюдь не из-за того, что он предал веру предков. Традиции, как известно, не рождаются на пустом месте и обычно бывают продолжением культурных и религиозных норм, принятых в обществе. Выбор рыцарем-победителем турнира его королевы был красивой традицией, позволявшей рыцарям проявлять свою куртуазность. Нет ничего невероятного и в традиции, перспектива которой так не радовала Тириона и Сансу, прелюдного раздевания молодоженов перед первой брачной ночью. Но сложно представить, как две столь сильно противоречащие друг другу по духу традиции, одна – превозносящая образ прекрасной леди, вторая – лишенная всякого уважения к женщине. Могли сосуществовать одновременно в одной стране. Судя по описаниям доспехов и оружия в романах и большей части иллюстраций, Вестерос находился на уровне развития, сравнимой с Европой XV века. Тогда пушки и огнестрельное оружие были еще далеки от статуса последнего довода королей, но уже появились. Пройдет не так много времени, прежде чем они станут неотъемлемой частью любой битвы. Постоянно менялись, стараясь поспеть за военной доктриной и более древние виды оружия, хотя бы пресловутые мечи, постепенно превращавшиеся в шпаги. Сравним повесть «Межевой рыцарь» и «Игру престолов», действия которых разделяют более полувека. Найти хоть какие-то следы технического прогресса при всем желании не удается. За 300 лет правление Таргариенов, развитие науки, даже военной, не происходило в принципе? Подход Мартина к описанию мира в этом плане обычен для фэнтези и имеет мало общего с исторической действительностью. Все вышесказанное. Вся критика «Песни льда и пламени» с точки зрения истории ни в коей мере не умаляет многочисленных достоинств этого выдающегося цикла и заслуг Джорджа Мартина перед жанром фэнтези. Но все-таки его книги именно в фэнтези. И как фэнтези их стоит воспринимать и оценивать. Хотя между романами этого цикла и земной историей можно провести немало параллелей. Но считать историю Семи Королевств полным воплощением реальной истории средневековья фэнтези-антуражи невозможно.